Доброго времени суток. У микрофона Даниил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео я покажу вам, какими расширениями для браузера я пользуюсь. У меня браузер Vivaldi. Браузер Vivaldi основан на движке Chrome, то есть Яндекс. Chrome и другие производные от Chrome браузеры должны поддерживать данные расширения. Либо можно поискать аналоги для других браузеров. Начнем с первого расширения. Это у меня расширение для перевода текста. Так как по умолчанию в данном браузере оно отсутствует. Например, в Яндексе есть встроенный переводчик текста, тут его просто нет. Поэтому я поставил стороннее расширение, и оно вдобавок произносит и показывает транскрипцию. Это тоже очень удобно. Я тут немножко показываю, как он работает, перевожу комментарии. И в целом оно работает очень даже хорошо и быстро. Хотя в пару раз оно не перестало работать и выдавало ошибки. Но сейчас пока что проблем с этим расширением нет. Следующее расширение Dark Raider. Это расширение позволяет включить темную тему на любом сайте и комфортно читать, например, ночью. Потому что ночью белый фон очень сильно раздражает лично меня. Несмотря на то, что у меня на экране включен, помимо этого, режим чтения. Но он не сильно желтит экран. И это не особо влияет на цвет передачи. Следующее расширение у нас для YouTube. Данное расширение позволяет анализировать видео. И я сейчас продемонстрирую, как оно в общем-то работает. Можно посмотреть статистику видео. Убедиться, что тот или иной тег подобран верно. Можно проверить, какие видео на ту или иную тематику, на сколько они популярны. Какие теги были использованы. Скопировать их. Использовать на своем канале. В общем, довольно хорошее расширение. Даже несмотря на то, что оно бесплатное. Там есть еще платная версия. То есть по подписке. Ну и бесплатно можно пользоваться начинающему блогеру. Очень удобное расширение. Мне оно очень понравилось. И я им постоянно пользуюсь. Чтобы лучше подобрать теги для своего видео. Так как теги позволяют попадать в видео рекомендации чаще. И значит его больше будут смотреть. Больше будет просмотров. Больше будет лайков. И быстрее канал наберет популярность. Следующее расширение у нас для оптимизации работы браузера. Данное расширение позволяет автоматически закрывать вкладки. И приостанавливать их, чтобы они не потребляли ресурсы компьютера. Очень актуально для тех, кто любит открыть побольше вкладок. И забывает их закрыть. И при этом хочет, чтобы компьютер не начинал после этого купить. Его можно настроить, чтобы он через какое-то время выключал вкладки. Например, через минуту. Какие-то вкладки можно запретить вводить в этот спящий режим. И это довольно удобно. Даже несмотря на то, что у меня 8 гигов теперь. Я все равно этим расширением буду пользоваться. Потому что, если я открою много вкладок. Он сможет сбавить быстрые обороты. И компьютер не будет виснуть при перегрузке оперативной памяти. Следующее расширение у нас. В канал самого пишет, что оно делает. Как мы видим. Но позволяет скачивать файлы. А какие вы и так видите. Следующее расширение у нас для чтения. Данное расширение позволяет читать. И можно быстро прочитать текст. Оно еще напишет, сколько вам потребуется времени примерно. Там не точно разумеется. Но округлеет. И соответственно, вы сможете так быстро прочитать какую-нибудь статью. Это довольно удобное расширение. Мне оно тоже понравилось. Вдобавок, иногда на некоторых сайтах бывают очень кривые шрифты. И данное расширение позволит прочитать текст даже с кривым шрифтом. Потому что оно выводит весь текст в свой шрифт. Тут уже удобно. Плюс. Ну и вдобавок нужно читать ночью. И через это расширение пристануть в съемную тему. Следующее расширение у нас для покупок. Оно позволяет сравнивать товары. На Алиэкспрессе особенно помогает. Потому что оно сразу выводит рейтинг продавца. Это ускоряет выбор товара. И позволяет еще сразу посмотреть в других магазинах. В том числе, когда мы смотрим, как он в сети лимитит товар. Мы можем сравнить, сколько он стоит на Алиэкспрессе. Сильно или дешевле, или дороже. Оно само подбирает нужный товар. Иногда точнее, иногда не очень. Иногда похуже. И последнее расширение у нас позволяет синхронизировать закладки. Да. К сожалению, данное расширение работает только на компьютерах нормально. Для смартфона, я тут посмотрел, оно работает гораздо хуже по отзывам. И оно не обновлялось с 2017 года. Что уже говорит о том, что оно плохо оптимизировано под новые устройства. Что данное расширение делает? Оно позволяет синхронизировать закладки. Что довольно удобно. Например, этот браузер у меня по какой-то причине не заходил синхронизировать мои закладки. Полностью он синхронизировал только часть. И, соответственно, мне пришлось искать это расширение. Я его нашел. Он у меня не красивый. И в нем есть какие-то виджеты, какие-то настроечки. Есть вкладочки. Можно съездить в папок. Что довольно удобно. И, соответственно, я его буду использовать, чтобы легко переключаться между разными браузерами. У меня были везде одни и те же закладки. Что очень удобно. Конечно, его нужно отдельно открывать в отдельной вкладке, чтобы пользоваться им как закладками. Но в целом это лучше, чем ничего. И переносить все закладки вручную. С одного браузера на другой. Это гораздо удобнее. Конечно, наверное, может есть еще какие-нибудь подобные расширения. Но это третье. Труднее подошло мне по функционалу. Так что я выбирал. Его отношу не сразу. Но оно мне понравилось. Так. И вроде бы на этом все. Это все мои расширения, которыми я обычно используюсь. И, как видите, все расширения полезные. И их можно использовать при работе, при поиске покупок, при чтении. Эти расширения упрощают использовать браузер. Конечно, если у вас слабый компьютер, то навряд ли он сможет потянуть все эти расширения. Но можно их подключать, включать и использовать по мере необходимости. Просто включайте расширения. Используйте, если компьютер совсем слабый. Я использую все всегда эти расширения. И все всегда включены. Обычно. На этом я завершаю свое видео. Если вам понравилось видео, то подпишитесь на канал. Поставьте лайк. А также поделитесь видео с друзьями. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.